а марат александрович да добрый день добрый день слава богу соединились огромное вам спасибо за то что вы с нами и мы тогда чтобы не терять время начинаем наш разговор мы вас уже представили нашим радиослушателям и все кто смотрит на нашем youtube канале поэтому еще раз спасибо за то что вы вышли с нами в эфир марат александрович большое видится на расстоянии и вот если говорить о советском союзе при всем при том что времена были непростые и многие деятели культуры вынуждены были уезжать но на мой взгляд интеллектуальный культурный уровень советского союза был довольно высок а как бы вы сегодня цен оценили культурный и интеллектуальный уровень современные со современной россии нет мне кажется что интеллектуальный уровень конечно вряд ли подвержен каким-то изменениям большая страна со всей страны собираются какие-то талантливые люди поступают вузы или там становятся писателями художниками другой вопрос что последние несколько лет ну как бы последние может быть 6-7 лет наша творческая интеллигенция но подвержена такой коррозии эта коррозия касается мне кажется не интеллекта ну таком нравственности все-таки интеллигенция это не только не только интеллект но и некий некоторая позиция да нравственная моральная позиция и вот ну да соглашательство с властью сегодня это для русской культурной общественности это такое общее место более того уже найдены какие-то такие конструкции формулы что это вроде даже и не стыдно что другого выхода нет что мы все понимаем все закавычина вот и набор конструкции понятно там все власти плохие не только там российская власть кушать надо всем я делаю так потому что я защищаю свой коллектив ну то есть какой то есть набор стандартных таких отговорок но факт остается фактом что сегодня очень конформистки настроенная наша культурная интеллигенция в советское время был по крайней мере из опов язык и был реальная ну как бы была другая ситуация в том что вот была ситуация возвращаться из свободы в несвободу очень тяжело как мне кажется вот а пребывать в несвободе от от рождения до смерти проще да поэтому вот та советская ситуация в которой которую я застал по крайней мере она была именно такая что но как бы не было свободы нет и мы пытаемся хоть что-то сделать в той ситуации которую нам дана а нынешняя ситуация это все таки ситуация именно отказа от свободы была свобода были какие-то возможности этих возможностей все меньше и меньше и постепенно люди с этим соглашаются естественно но уровень падает марат александрович вы считаете это делом финансирования или это природный конформизм советского смотрите почему я задаю такой вопрос ваш отец известный драматург лучший драматург с последнего времени я имею ввиду уходящей эпохи советского союза но он же не пошел на этот комп конформизм он же вот не терется возле власти хотя я думаю с его именем мог бы так поступить ну понятно то есть папа уже выше этого то есть он уже смотрит как ну как он там друг горбачева то есть он он член другой команды можно так сказать вот и его биография уже накрепко связано с демократическими преобразованиями вот я не думаю что вот то что сейчас происходит там это это прямо но насилие если люди не пойдут на на какие-то свои вот эти вот сделки с властью и за за это там обязательно арестуют там накажут сейчас даже люди близкие к власти может быть иногда больше под угрозой чем те кто отказывается с ней сотрудничать вот нет я думаю что невозможно то есть люди люди пытаются находиться в такой комфортной обстановке они не могут говорить сами себе каждый раз о том что они делают что-то не так что они идут наперекор совестью поэтому они строят вот эти конструкции я вот последний раз приехал в феврале ну что то там мы разговариваем с очень приличными очень симпатичными людьми и я услышал такую фразу слушай ну ругать власть это пошло то есть вот вот еще такой это это я впервые услышал то есть речь идет все-таки о том что творческий человек оказался может быть не 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 герой а ситуация вот эта ситуация именно смены парадигмы до от от несовершенной демократии к такой прямой очевидной автократии тоталитарной вот эта ситуация требует от людей искусства героизма а вот человек поступал там на на искусствоведческий факультет или художественный вуз он думал что вот требуется талант требуется знание а вот мол герои этого те которые идут военные вузы а вот оказалось что вот ситуация как-то по-другому распорядилась то есть можно сказать что эти люди как бы не согласны с тем что вот им не повезло да они хотят реализовать свой этот творческий потенциал и пытаются искать возможности для этого но я лично считаю что конечно на пользу это не не идет и выигрывают как раз все равно те единицы которые находятся силы идти против течения да там вот их немного их никогда видимо и не было много но мне конечно немножко жалко именно потому что просто на моих глазах эти люди прекрасные яркие интересные вдруг сами сами себя убедили уговорили что вот с этим тараканищем можно иметь дело и что не такое же она тараканище а марат александр а можно ли сказать что вот этот а компромисс власть вот этот конформизм это такая историческая а вещь идущая из советского союза когда люди должны были соглашаться на многие вещи чтобы себя в какой-то степени сохранить и это как бы перешло в современную россию ну знаете я ни в коем случае во первых никому не судья у каждого человека свои обстоятельства мы не знаем этих обстоятельств и поэтому как бы оценивать действия там критиковать ну легко я единственное что могу зафиксировать что чем бы не вызван был этот компромисс в творческом смысле он ведет к деградации да то есть условно говоря если люди планируют выиграть как художники с помощью это компромисса то то это ложная ложная надежда вот а что касается вообще связи нынешней ситуации и ситуации советской ну здесь скорее наоборот то есть вот мне кажется что вот этот сначала была вот эта атмосфера соглашательства а вот советским союзом по-настоящему последний год вот в россии стало но очевидны параллели то есть прямо до этого когда говорили о возврате советского союза я всегда когда отнекивался говорил что это слишком так ну это слишком преувеличенная такая вот но сегодня это конечно быстро быстро движется именно к тому состоянию общества особенно вот в той части которая касается взаимоотношения власти и искусства какое было в советское время но просто условно говоря 60-е годы были далеко а у нас там двухтысячные годы были недавно и поэтому еще остались какие-то недобитые недобитые как бы деятели искусства они еще живы и они еще как бы что-то могут делать вот и не все все таки не все вот не все перестроились кто-то и многое многие уехали надо сказать что вообще в россии были времена когда там при русская литература актуальная русская литература в советское время издавалась только за рубежом и сейчас я вот делаю даже специальный форум такой в сентябре приглашаю людей искусства которые выехали за пределы страны то есть за пределы юрисдикции путина и получается достаточно интересная картинка там большинство композиторов современных живет берлине русских берлине живет сорокин да там русский писатель номер один там шишкин номер два в швейцарии там акунин ну там в лондоне скорее чем во франции ну между франции между францией лондоном то есть русская литература это же все таки вас россия страна литература центричная значительная часть живет за пределами россии если мы говорим художники да то то же самое то есть кабаков комары меломит там дмитрий врубель то есть значительная часть художников топовых да живет за пределами россии то есть так что россия сегодня в культурном смысле зарубежным представлено но не менее интересно чем чем та часть которая осталась осталась в россии надо сказать что в россии тоже не все так однозначно в том смысле что у власти какая-то есть шизофрения она все везде очень строго а где-то свободно например музей гараж ну вот его финансирует роман абрамович как бы близкий бизнесмен к путину и поэтому он как бы видимо имеет право на на большие свободы чем какие-то другие институции да то есть там в россии еще случайно происходит что-то не по недосмотру где-то даже на на государственных площадках происходит яркие интересные культурные события а марат александрович я немножко уточню прошлый вопрос то есть я хотел бы ну как бы чуть-чуть углубиться в том плане что когда задавал прошлый вопрос я имел ввиду что вот этот страх с которым люди родились а вот эти правила игры которые они в свое время поняли они перенесли на мой взгляд субъективный взгляд может вы со мной не согласны они перенесли вот в россию то есть понимание того как нужно себя с властью вести я не называю фамилии и это действительно мы все знаем фамилии да я по вопрос я хочу сказать что власть вот начиная с когда было вот это из изменения в конституцию с июня до власть начиная с июня сделала очень много для того чтобы все вспомнили как было в советском союзе то есть абсолютное беззаконие да то есть вот есть неугодные люди эти неугодные люди преследуются там с помощью не знаю судов полиции там разгвардии чего угодно не глядя ни на какие аргументы и все очень жестко недвусмысленно дают понять подчиняетесь или уезжаете или будете сидеть в тюрьме не сегодня так завтра поэтому надо сказать что конечно у кого-то это гены памяти советской но даже у молодого поколения которое как бы этого всего на на себе не чувствовала новая власть демонстрирует причем прям в каждой в каждой области бояться должны все вот то есть я не знаю видно ли это из там из чикаго но в россии с июня месяца по сегодняшний день то есть получается год прошел да с этого с этого голосования по конституции за этот год фактически изменилась власть полностью да люди те же самые но основание власти строй изменился нет больше никакой двусмысленности да если раньше наши власти врали или стеснялись они говорили да нет у нас демократия у нас суды на самом деле честные у нас там полиция на самом деле в рамках закона у нас там есть даже независимые журналисты и вообще у нас выборы демократические есть даже какая-то конкуренция посмотрите политическая то есть говорили да демократия несовершенная но она есть то сейчас никто ничего никому никому не врет все говорится открытым текстом значит уникально конечно для этого использовался вот этот коронавирус и локдаун очень забавно кинчев сегодня написал такое открытое письмо властям питера о том что они провели чемпионат мира где собирались стадионы до 50 тысяч человек и тут же они значит арестовывают людей которые там пикет вышли там три человека за то что они нарушили вот этот вот порядок там я не знаю при порядок при коронавирусе нарушили какой-то санитарный какой-то закон то есть санитарные дела сегодня это фактически но политические репрессии вот то есть все поменялось за этот год значит и вот эти новые правила они как бы демонстрируются людям не с помощью газеты правда там или какой-то другой газеты а именно с помощью арестов с помощью абсолютно ну демонстративно несправедливых судов вот с помощью запретов там ну то есть и так далее и так далее то есть вот то есть принципе нет больше в россии никакого фактически закона для власти то есть вот этот принцип муссолини как бы друзьям все врагам закон он значит за этот год стал основным принципом в россии поэтому люди которые вспомнили вот это вот советское время они не зря это вспомнили мы возвращаемся в программу политинформания радиостанции народная волна чикаго и ведущий эдуард пример и геннадий мы продолжаем беседу с российским коллекционером галеристом публицистом арт-менеджером и политтехнологом маратом гельманом марат александрович вы с нами да добрый день я с вами марат александрович такой вопрос вот мы в предыдущем до рекламы говорили о том что вот то что происходит с россией вот эти все изменения как известно это благодаря одному очень интересному человеку вы его обсуждали недавно в беседе с евгений альбас вопрос такой как киндер сюрприз превратился в путин ферштейн вы знаете о ком я говорю правильно да да сергей кириенко да как на самом деле много времени прошло то есть если говорить биографически то сергей во главе союза правых сил девяносто девятом году выиграл выборы полгода просидел в думе руководителем фракции и потом ушел к путину полпредом нижегородской области в смысле полпредом всего по я сидел 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 в нижнем новгороде вот и но достаточно долго он был полномочным представителем сделал в том числе ним какие-то и и добрые дела тоже вот потом ушел в росатом и вот с того момента как он шел в росатом мое общение прекратилось там видимо произошла какая-то интеграция то есть то есть кириенко стал вот членом вот этой команды путина и и видимо не то не просто как бы таким исполнителем таким хорошим дотошным техно технократом как у нас говорят но и членом команды которая разделяет его там не за путинские цели в политике взгляды на то что происходит в мире то есть это как-то происходит дело в том что есть же более широкий вопрос как тот путин который в девяносто девятом году стал президентом и чьи слова мы можем сейчас прямо ну который был совсем ну по крайней мере на уровне риторики это был совсем другой человек как он превратился в путь как путин девяносто девятого года условно говоря превратился в путина там 2012 года уже сформировавшегося такого значит автократа то есть ну мне кажется про это много написано можем много много рассуждать повторять есть простые ответы но например ну не должны быть люди у власти больше восьми лет любые недавно шульман как разделилась тем как она встречается с депутатами даже наших депутатов никакой власти нет они при власти и говорит что вот они три на третий срок это уже другие люди то приходили одни люди а через некоторое время то есть видимо вот это нахождение в этих ну это знаете как в радиации вот ты допустим да ты идешь на там на какую-то работу но тебе говорят что ну безопасно находиться здесь не более шести часов после шести часов радиация начинает значит проникать ваш организм и мутации уже значит летальные вот наверное во власти то есть видимо по больше какого-то срока находиться во власти просто опасно любому человеку да условно говоря был бы там не кириенко а кто-то другой не больше то с ним бы происходило бы то же самое но это такой простой ответ есть еще простой ответ он связан с тем что ну люди из спецслужб то есть что не говорить а и путин и все все они так или иначе связаны и вот это как бы спецслужбы как спящий институт в какой-то момент они просыпаются в человеке и он вдруг начинает смотреть на все что происходит с позиции вот этого фсбшника разведчика что все что происходит там если допустим где-то в украине люди вышли на улицу то это наверное спецслужбы америки как-то это организовали обязательно то есть это определенный тип мышления и этот тип мышления он победил победил вот в целом путин и вся его команда они конечно находится в парадигме девятнадцатого века то есть только в девятнадцатом веке политика решалась через там территориальное как бы превращение вот собственно уже в двадцатом веке это было проигрышная политика вот то есть они находятся в таком вот этот историзм то есть они как бы в плену этой истории они не могут выйти в сегодняшний день в современность они все еще разбираются в тех там вот путин все еще разбирается с мазепой сейчас написал это тоже очень интересно вот его это последняя статья про украину до 30 лет прошло независимости россии и украины президент россии пишет статью про украину и с таким ну с личным участием с такой драмой он переживает какие-то исторические прошлые 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 вещи вот но это это конечно это клиника то есть нельзя нельзя так погружать не история это конечно очень важно история это источник для нас там я не знаю метафора так далее так далее но относиться к ней буквально что ты вот сейчас прямо за мазепу мстишь как бы это 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 к сожалению я не знаю то есть моей точки зрения в этом и есть беда ведь но путин и его команда они же не мыслят себя злодеями вот мы сейчас весь мир перетрясел перетрясем то есть они себя мыслят людьми которые совершают что-то очень важное и позитивно восстанавливаются справедливость то есть осуществляют некий реванш вот и это проблема это серьезная проблема этих людей то есть они в плену то есть это проблема проблема ну как я не знаю ментальная психическая какая угодно проблема вот и я бы так сказал что именно именно поэтому я считаю что это это не будет иметь быстрого решения потому что нет такого что допустим допустим они бы были просто жадные награбили немножко и успокоились нет здесь это именно вот такая это это болезнь болезнь мозга а марат александрович а вот вы говорили что россия страна литература литература центрична а кто из писателей классиков лучше всего бы описал сегодняшнее время ну как всегда у нас салтаков щедрин да то считается что в любое время какое бы ни происходило надо читать салтакова щедрина и ты все сразу понимаешь вот но если говорить о предчувствиях того что что сейчас происходит то конечно володя сорокин сорокин дело в том что отгадать ситуацию там на сто лет вперед иногда проще чем там на пять лет вот сорокин его вот этот талант может быть даже помимо его собственной воли он как бы видит то что будет происходить в россии но вот на пять лет на десять лет вперед это удивительно то есть у нас есть возможность это как бы проверить причем когда он пишет когда выходит книга ты думаешь что это гипербола ну что это но это слишком как-то он слишком карикатурно он это все показал и вдруг через пять лет это именно вот эта карикатурность становится нашей реальностью и уже не похоже на карикатуру потому что это ну страшно это угрожающее вот да поэтому я думаю что как бы щедринам надо всегда иметь на полке но еще конечно сейчас интересно перечитывать чехова горького потому что ну вот мы про власть как бы все понятно но немножко снова надо думать про человека как устроен человек потому что мы все чаще и чаще удивляемся допустим долготерпимые терпение вот что еще должно произойти вот то что сейчас происходит в россии но там это же все вот политическая вот эта вся трансформация она же идет на фоне но объединение нас населению что серьезные проблемы у людей очень простые проблемы да там ну смысле материальные проблемы вот проблемы справедливости то есть базовые проблемы и все равно как-то как-то народ это все все это терпит не 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 возмущается и даже ну то есть какие-то исследования показывают что чем хуже человек живет тем больше он поддерживает нынешнюю власть которая собственно говоря и привела их потому что ситуация которая сейчас есть поэтому конечно читать про простого человека так называемую это тоже сейчас интересно вот марац александрович можно ли сказать что путинизм это такая идеал идеология современной россии куда включены такие понятия как лицемерие цинизм национализм извращенный патриотизм вот я сказал что лицемерие это уже вчерашний день То есть, вот они до, условно говоря, до 20-го года, действительно, двуличие, лицемерие, это была их визитная карточка, но, видимо, они устали от этого, они не скрывают больше того, что они очень богаты. Более того, они говорят, ну, в России власть и богатство это одно и то же. Они там апеллируют к дворянству, что вот, да, дворяне, они были богатые, у них были поместья, рабы, но если родина в опасности, то, значит, дворяне шли воевать, так и мы, мы как бы богаты, как крёзы, но зато, там, если нужно, мы, значит, там, я не знаю, профинансируем, там, переворот какой-нибудь. Черногории. Вот, то есть, как бы, лицемерие это вчерашний день. Нет, сегодня это открытая автократия, причём они пытаются действительно смотреть в прошлое, как на будущее, то есть, прошлое вместо будущего. То есть, они пытаются объяснить, что у России особенный путь. Не только у России. Вот в мире есть несколько стран, там, Иран, Китай, Россия, у которых особенный путь. Отстаньте от нас со своим вот этим общими мерилами, правами человека. Ну, вот у нас так. Вот в Чечне, например, можно иметь двух жён, а в России не нужна демократия. То есть, вот, философия Путина, в первую очередь, это Россия особый мир. Раз. Второе, это, конечно, реваншизм. То есть, мы одни из победителей Второй мировой войны. Мы хотим, мы хотим. Не знаю, чего там. Пусть Германия нам за это заплатит. То есть, мы хотим, чтобы те страны, которые были там в Варшавском договоре, ну, сохранялись под нашим каким-то влиянием. А уж бывшие постсоветские страны, это вообще, как бы, считай, что наша территория. То есть, вот, реванш, возврат, это тоже, конечно, его важная часть, его идеологии, его, как бы, философии. Вот. Так что, ну, и третье, всё-таки, хотя я говорил, что это не главное, но всё-таки это богатство. То есть, они, они реально, вот я даже думаю, что Путин немножко завидует Абрамович. Что Абрамович гораздо беднее Путина, но живёт гораздо лучше Путина. То есть, он открыто, потому что, а Путин, значит, должен прятать свои деньги, своих дочерей, там, и так далее, и так далее. Но вот мне кажется, что богатство для них тоже, тоже очень важно. Марат Александрович, я, у нас передача уже идёт, к сожалению, к завершению. Хочу вам задать куиз. Короткий вопрос, короткий ответ. На ваш взгляд, хорошо? Попробуем. Репин или Малевич? Ну, Малевич, в моём случае, очевидно. Чайковский или Шостакович? Шостакович. Ну, совсем современно всё. Шолохов... Я как раб своего образа, но пока всё без всякого рабства, пока всё всё так. А Сорокин или Шолохов? Не, Сорокин, конечно. Александр Гельман или Чехов? Ой, ну, и вот видите, сейчас... Но я знаю, что сложный ответ. Кстати, папа в своём поколении, он, наверное, был одним из самых умных. Вот. И даже сам факт, что вы сейчас назвали Гельман или Чехов, это... Ну, мне это... То есть, я на самом деле считаю, что так и есть, но молчу. Ну, спасибо вам, что вы это произнесли. Мы уравняем, правильно, как я понял? Здесь нету стрелки налево или направо. Мы ставим равенство между ними. Да, да. Ну, в культуре равенства нет, не бывает, да? То есть... Но мы, да, мы считаем, что они равномасштабны. Марат Александрович, вот, как говорится, у нас, да, 3 минуты ещё есть, нам показывают. Город Москва. Как вы оцениваете город Москву, развитие города Москвы сегодня и то, что было, допустим, ну, 20 лет назад? То есть, Москва Лужкова и Москва Собянин. Как... Что вам ближе, будем так говорить? Нет, ну, конечно, Собянин всё-таки профессиональный управленец, у которого в команде есть, ну, какие-то урбанисты. И с точки зрения именно градоначальника, концепция Собянина, безусловно, мне ближе. Она... Дело в том, что у Лужкова была очень простая вещь, что Москва – это город для инвесторов. Он... Ему казалось, что это и есть хозяйство в Аниле. Там, например, надо, там, я не знаю, перестроить какую-то площадь, надо найти инвестора, который, значит, перестроит за свой счёт эту площадь и, ну, возьмёт за это что? Ну, значит, подземелье сделает там какой-то свой, там, я не знаю, магазин или что-то. То есть, он постоянно управлял гешефтами. То есть, и мэрия, и при Лужкове – это была такая, ну, как бизнес-корпорация, вот, у которой была собственность, земля, дорогая земля в Москве, и здание. И она каким-то образом этим распоряжалась. Дальше была вторая часть Лужкова, которая, конечно, мне нравилась. Это, что он делал с этими деньгами. Надо сказать, что он вот эти заработанные деньги, ну, достаточно щедро раздавал людям. Собянин и считал, что он таким образом покупает лояльность, но неважно. Важно то, что в Москве учителя, пенсионеры, врачи жили лучше, чем в других городах. Значит, Собянин строит город для… У него, как бы, главные заказчики – это люди, все-таки, которые там живут. Он может делать ошибки, или он может там красть на, я не знаю, перекладывание каких-то этих поребриков или там кирпичей. Но так или иначе, город развивается в сторону того, что город – это сфера услуг, которые предоставляются людям. Значит, в целом, Москва сама по себе энергетически настолько сильная, что, по большому счету, вот, хотя это очень разные хозяйства в отеле, да, Собянин и Лужков, по большому счету, она как бы съела обоих. То есть, она сильнее всех, она очень энергичная, очень яркая, и в ней очень много, ну, предпринимателей, предприниматели формируют Москву. Вот, поэтому я, ну, как бы, Москва остается моим любимым городом, и я думаю, что вот она, вот даже, сейчас даже путинское вот это вот все, оно не сможет нынешнюю Москву переломать. Марат Александрович, мы должны закончить нашу передачу. Большое вам спасибо за участие, и желаем вам здоровья, в первую очередь. Всего самого лучшего. Всего самого наилучшего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok